САМАРА ГИС Счастью приглашаются все жители, которым есть что предложить интересного и полезного для своего города. И сегодня у нас в студии сразу два молодых ученых. Ассистенты кафедры органическая химия Самарского технического университета. Анастасия Сибирякова и Антон Лукашенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия и Антон, совсем недавно вам назначили президентскую стипендию. Мы вас поздравляем. Спасибо. Вы вошли в число 300 студентов и аспирантов, которые достигли выдающихся успехов в учебе и научной деятельности. И вот давайте вы нам по очереди и расскажете. Антон, начнем с вас. За что же вам назначили президентскую стипендию и чем вы занимаетесь? Ну, данная стипендия назначается по совокупности достижений, которые есть у аспиранта. В частности, учитывается его учеба, какие-то достижения, научные публикации. В общем, все успехи за годы обучения в аспирантуре, ну, а также в студенчестве, если кто-то начал заниматься наукой раньше. Соответственно, у меня около шести статей, публикуемых в ВАКовских и ВЭПов-сайенсовских журналах. Ну, у Антона у тебя пять вроде. Пять статей, да. Да, ну, а также тезисы и участие в конференциях, ну, в различном уровне, от международных до студенческих. А над чем именно вы работаете? Вот конкретно у вас есть какой-то проект, в который сейчас вы вкладываете душу, сердце и все свои научные познания? Мы изучаем именно создание новых подходов для создания лекарств или других биологически активных веществ. Также в рамках этого исследования моим научным руководителем был получен президентский грант. И вот мы продолжаем эту работу уже на протяжении многих лет. Ну, то есть это создание каких-то веществ, которые потом помогут создавать лекарства для лечения каких-то серьезных заболеваний, правильно я понимаю? Да, безусловно. А каких именно, можете сказать? Какую вообще область медицины? Как правило, это либо противоопухолевые препараты, либо это антибиотики. Как правило, вот такие два сильных направления. Анастасия, а у вас какой проект? Самый, наверное, большой проект на данный момент – это моя диссертация, в рамках которой, естественно, мы также занимаемся синтезом потенциально биологически активных соединений. В частности, наш коллектив, я и мой руководитель, и наши студенты, мы занимаемся асимметрическим синтезом. То есть в современном мире, ну, собственно, наверное, понятие ДНК и РНК знакомо почти всем людям. И даже такие структуры сложные, они, ну, к ним применимо понятие хиральности. То есть они представляют из себя один энантиомер. Собственно, соединения, которые имеют одинаковый состав, но разную структуру. Сейчас предъявляются очень большие требования к лекарственным, ну, к частоте энантиомерных лекарственных препаратов. Это связано, в частности, со скандалом в 50-е годы, который разразился с таким препаратом, как таледомит. Он применялся как снотворное, которое прописывали беременным женщинам. Собственно говоря, действительно хорошо работал, обладал малым количеством побочных эффектов, вплоть до того, как начали появляться дети. У детей обнаружилось, родилось порядка 8 тысяч детей с отклонениями. То есть у кого-то были лишние пальцы, у кого-то их не доставало. Начали разбираться, в чем дело, выяснилось, да, действительно, препарат является снотворным, но лишь один его энантиомер. Второй являлся, если сказать в кавычках, то ядом, да, и вызывал мутацию в клетках. И, соответственно, сейчас требования увеличены к этому, и предположительно препарат должен обладать только одним энантиомером, что связано в первую очередь, ну, с тем, что второй не должен быть, ну, нести негативные свойства, это первое. И второе, речь идет о дозе действующего вещества. Как правило, ну, если сказать понятно всем, то одно лечим, другое калечим. То есть некоторые препараты, ну, допустим, сажают печень. И, соответственно, чем меньше вы принимаете дозу препарата, тем меньше у вас побочных эффектов. Так вот, если у вас препарат в рецимической форме, то есть содержит два энантиомера, даже если второй балластный, то у вас доза вещества увеличивается автоматически в два раза. То есть тем самым, если вы используете энантиомерный чистый препарат, то доза действующего вещества сокращается в два раза, тем самым в два раза сокращаются побочные эффекты. Ну, и мы занимаемся направленным асимметрическим синтезом, то есть сразу получаем один энантиомер. Ну, в целом, большая часть соединений, которыми мы занимаемся, это потенциальные ноотропные препараты, то есть соединения, которые действуют на центральную нервную систему. Ну, в частности, вызывают улучшение памяти и, в целом, умственной деятельности. А в современном мире, где люди подвержены постоянным стрессам, это, наверное, очень важный фактор. И действительно осуществляется поиск новых, более сильнодействующих препаратов. А какая у вас мечта? Вот, Настя, у вас какая? Что вы такое хотите создать для людей, чтобы... Сложно сказать, наверное, каждый химик, занимаясь какой-то определенной темой, уже углубляется в нее, любит ее и действительно хочет создать что-то новое, что ранее не было получено никем и что действительно смогло бы помочь людям в той или иной степени. Ну, то есть, видимо, применимо к нашим темам с Антоном. В случае Антона это создать противораковый аппарат, препарат, точнее, в моем. Соответственно, ну, какой-то новый наотропный препарат, который, ну, будет обладать минимум побочных действий и максимум пользы принесет. А тут Настя права. Ну, помимо, конечно же, достижения такой большой цели, хотелось бы, как бы, чтобы работа приносила больше удовлетворения в том плане, что, конечно, наука очень поддерживается в нашей стране, но, тем не менее, остается очень много различных препятствий, например, бюрократического характера и прочего. То есть, хотелось бы получать больше удовольствия от своей работы. То есть, поле широкое поле деятельности, да, свободное такое? В том числе, да. А любая наука требует больших финансовых вложений, в частности, химия – одна из самых, наверное, дорогих после физики наук, потому что сколько у нас ЕМР-спектрометры строят? Могу точно сказать около 5 миллионов рублей. То есть, естественно, не каждая лаборатория может позволить себе такое оборудование. И это только один из множества приборов, которые необходимы для подтверждения структуры соединения. То есть, ты получил какое-то вещество, тебе необходимо доказать, что ты получил именно то, что ты хочешь. И, соответственно, это порядка 5 и более приборов должны быть для этого задействованы. И при такой стоимости это, конечно, очень сложно реализуется. Ну, в Самарском университете, в Техническом университете все-таки хорошая, наверное, база для научных исследований, да? Да, и за это, наверное, отдельное спасибо стоит сказать нашему заведующему кафедру. Он очень много вкладывает в свою кафедру, и, соответственно, мы получаем гранты, и из этих грантов покупается все это оборудование. А вы много времени тратите на свою научную деятельность? Очень. Очень много. То есть, ты приходишь утром и уходишь 8-10, когда как получается. В выходные часто приходим, у нас некоторые коллеги по воскресеньям работают. То есть, получается такая одна сплошная затяжная неделя. Особенно это развито в период летний, наверное, когда еще студентам необходимо защищать дипломы. То есть, мы же не только занимаемся научными исследованиями, у нас еще преподавательская деятельность. И, соответственно, ты занимаешься и со студентами, и наукой, и приходится все это совмещать. И, естественно, по времени это очень трудозатратно. В Самаре сейчас какие сильные стороны в ее научной сфере, вот, Антон, как вы считаете? Самара занимает, безусловно, важное место в российской науке. Ну, университетом можно выделить наш университет, Самарский государственный технический, и ныне Самарский государственный университет. Самарский университет. Ну, и Медуниверситет, наверное, еще можно причислить, потому что у них тоже достаточно большое количество разработок. В целом, у нас в основном химическое сообщество, то есть, мы в основном с химиками общаемся, и да, действительно. То есть, в свое время мы ездили, будучи студентами, еще на конференции, вплоть до международного уровня. Сейчас наши студенты уже ездят туда и тоже всегда их узнают, подходят, всегда передают приветы. Так что это, на самом деле, очень здорово. А в повседневной жизни у вас друзья, знакомые не просят какой-нибудь опыт показать или еще что-то в этом роде? Ну, не знаю, друзья, наверное, с детства привыкли уже к тому, что мы со школьных времен занимались химией, поэтому в целом, наверное, не единственное. Ну, вот удивляются иногда и говорят, что мы занимаемся какой-то магией, непонятной для них, и, возможно, открыв наши лекции, часто говорят, что если они это прочитают, то, наверное, все-таки вызовут дьявола однажды. Однажды. Может, они надеются, что вы создадите тот самый философский камень? Все может быть. Понятно. Ну что ж, я желаю вам удачи и успехов в вашей научной деятельности. Спасибо. Спасибо. А наше время подошло к концу. Я напоминаю, что у нас есть группа во ВКонтакте «Испытательный стенд» Самара Гиз. Если ты юный, у тебя пытливый ум, ты что-то изобрел или знаешь таких творческих людей, можешь смело заходить в нашу группу и оставлять заявку на участие в программе. Испытаем это вместе, а я с вами прощаюсь. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»